Все. О чем мы остановились в прошлый раз, на прошлой лекции? Микроматно повторяем. Третий раз я закончил. Ну, вы не забывайте, да? Законы негативного откона. Мы с вами говорили, да, про законы, да? Возрастающие, да? Да. Что такое закон обывающего спроса, да? О чем он гласит? Деринарное сечение. О чем гласит закон обывающего спроса, если мы будем исходить из тех терминов, понятия, которые мы с вами разобрали? Чем меньше спрос, тем меньше предложение. Нет неправильного прогресса. По мере насыщения товаров, тем меньше... Кто-то один может попонять. По мере насыщения товаров, спрос на них падает. По мере увеличения, предложения, спрос падает. А сколько... Чем меньше спрос, тем меньше цена. Тем меньше цена. С обывающим спросом уменьшается цена. Итак, неправильно формируется все, коллеги. Закон обывающего спроса. Самый простейший закон, оканчиво. Мы с вами проходили, что существует понятие предельной полезности, да? Но по мере насыщения потребностей, да? Предельная полезность каждой добавки единицы потребления, да? Поняшается, да? Соответственно, по мере удовлетворения спроса, да? Как количество потребляемого товара в обществе, который требуется, да? Для потребления, да? Оно по мере удовлетворения спроса, да? Спрос на товар уменьшается. Понятно? То есть по мере удовлетворения спроса, спрос на него падает в связи с тем, что предельная полезность каждой добавочной единицы, да? Продукта понижается. Понятно? Хорошо. А что такое закон обывающих предложений? Мы с вами проходили. Закон убывающего предложения гласит, что по мере убывания спроса, да? Предложение товара так же убывает. Вот это о чем вы все пытались коныш ставить, да? Это второй закон, первый. По мере убывания спроса предложение, да? Так же убывает. И спрос что? Уровневешивается. Понятно? Так же мы с вами говорили, проходили про закон убывающей отдачи. Еще говорят убывающая производительность. Итак, коллеги, что означает закон обывающей отдачи или закон обывающей производительности? О чем идет речь? По мере увеличения вложения капитал, а отдача с этого капитал уменьшается, потому что становится сложнее контролировать и следить за организацией. правильный. Можешь сформулировать более проще допустим, да? Что по мере увеличения вкладываемого ресурса производительность ресурсов падает. Чем больше ресурсов мы добавляем, тем меньше его производительность. в принципе очень похоже на предельную полезность. То есть предельная производительность очень часто связана с предельной полезностью. То есть когда вы на одну и ту же единицу площадь вкладываете земли, допустим, вкладываете все больше и больше удобрений, то каждая последующая порция удобрений дает меньшую вам производительность. Понятно? Понятно? Продолжение следует...